Скандал с исполняющим обязанности главврача в Николаевском районе. Он запугивает врачей и угрожает увольнением, хотя сам отстранен от должности по решению местного райсовета. Подробности знает моя коллега. Николаевская центральная районная поликлиника и больница. Сюда съезжаются со всех окрестностей. Здесь медики разных профилей. Однако в последнее время пациенты жалуются на плохое обслуживание, а врачи говорят, что им не дают работать. Валентина Ивасенко – многодетная мать. У нее четыре дочери. По закону ее детям требуется бесплатное лечение и медикаменты. Именно с этим вопросом Валентина обратилась к главному врачу Николаевской центральной районной больницы Андрею Демскому. Но получила от него отказ. Кроме того, частная аптека на территории государственной больницы принадлежит семье главврача. Цены там выше среднего. Вот только если пациенты хотят купить медикаменты в другом месте, могут остаться без лечения, рассказывает Ольга Рогозина. Женщина 18 лет проработала бухгалтером в больнице, однако после жалобы на главного врача была сокращена. И теперь не боится говорить об этом. Остальные молчат, потому что Андрей Демский угрожает медикам, говорит Ольга. Он мною заиспугал всех работников Николаевской ЦРБ, так как он говорит, кто хочет пойти к вороводе главы администрации. Идите. Рогозина пошла, она уже не работает. И люди боятся идти пожаловаться. Ранее на должность главврача Николаевской ЦРБ был объявлен конкурс. Его провели с нарушениями. Например, срок подачи документов был не 20, а 5 дней. И свою кандидатуру успел подать только один человек, рассказывает врач Олег Лосев. Образовалась патовая ситуация. Практический конкурс был создан под одного человека. После этого, что я сделал свои замечания на сессии, немножко начались трения. Жители ПГТ Николаевка сетуют, что им приходится лечиться в соседнем селе, так как в больнице нет надлежащего ухода и лекарства гораздо дороже. Но главврач утверждает, что все это клевета. Я не знаю, как цель преследуют. Не знаю. Для меня главное доброта. И главное, чтобы поднять тот уровень охороны здоровья, на сколько ее можно поднять. При поддержке главы Николаевской ячейки партии «Солидарность» Блок Петра Порошенко Игоря Еременко в поселке была создана общественная организация «Региональная громада». Жители села обращаются туда со своими проблемами. И главный поток обращений – это жалобы на Андрея Демского. Стоит отметить, что это не первый случай коррупции в Николаевской ЦРБ. На экс-бухгалтера больницы заведено уголовное дело по факту растраты государственных средств. Но привлечь ее к ответственности не получается. Коррупционер в бегах, говорит Игорь Еременко. Депутаты райсовета на сессии проголосовали. Отказали мы в продлении контракта. Но его прикрывает глава райдержадминистрации, который также занимается запугиванием всех людей. Он в коллектив неоднократно заходил. 21 апреля должен пройти конкурс на замещение должности главного врача Николаевской ЦРБ. Сотрудники больницы, жители села, партийцы и наш канал будут следить за развитием событий. Ксения Терзи, Александр Бондарь, Евгений Очменцев, Думская ТВ.